Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Итак, время 12 часов 50 минут. 11 января мы с вами в экотехнопарке SkyWay, где работы не прекращались, несмотря на лютые морозы, несмотря на праздники. И сегодня мы с вами в первом репортаже в этом году из Центра испытаний и сертификаций. Сегодня в экотехнопарке непосредственно стройкой руководит Анатолий Эдуардович Юницкий. Он все время был занят, мы дождались обеденного перерыва для того, чтобы наш генеральный конструктор смог уделить нам несколько минут своего драгоценного времени. Анатолий Эдуардович, во-первых, поздравляю вас с наступившим Новым Годом, с Рождеством. Хотелось бы пожелать всяческих успехов и вам, и нашему проекту, естественно, всем нашим многочисленным партнерам в этом году. Хотелось бы, чтобы вы рассказали и показали, что же сделано за то время, которое мы, можно так сказать, отсутствовали в эфире и прокомментировали, что же здесь происходит сегодня. Спасибо за поздравление. Я взаимно всех поздравляю и вас с пришедшими праздниками. Спасибо. И с тем, что мы сделали достаточно много за это время, то есть мы не сидели сложа руки, хотя были новогодние праздники. Мы сейчас стоим в начале тестового участка перед нашим пересадочным узлом, это анкерная опора первая, и видим заготовки ферм, которые потом монтируются. Эти заготовки были изготовлены на заводе, в цеху, по 12,5 метров. Здесь они соединяются, уже 25-метровые отрезки, которые потом переводятся к месту монтажу. Соединяются тоже достаточно точно в специальном кондукторе, здесь точность идет о миллиметрах на пролете 50 метров. Соединяется уже 50-метровый пролет, который потом ставится на опоры. Самое сложное было это не смонтировать, а изготовить в цеху, поэтому основная работа по изготовлению рельсо-струнной эстакады, она не здесь происходит, а в цехе. Потому что изготовить с высокой точностью ферму, чтобы сварка не повела, причем ферма достаточно высокая, причем это заводских элементов проката, которые не всегда идеальны, они имеют разный размер, они закручены и так далее. Из этого материала изготовить идеально точную ферму, это очень непростая задача. Но мы знаем, как это сделать, разработали специальную технологию, в том числе сварки. При этом ферма это особенно, это видно по конструкции, что, видите там вставочки другого цвета, это электроизоляторы. На самом деле, эта ферма, она будет под током, это будет, на самом деле, это косъем здесь, и плюс-минус лево-право фермы, они имеют разных потенциалов. Поэтому они электроизолированы друг от друга, электроизолированы от опор, электроизолированы от анкетной опоры. А вы не боитесь раскрывать такие технические подробности? Ну, вы знаете, я-то еще описывал в своей монографии, написанной 30 лет назад, об этом варианте. Это был один из моих первых вариантов конструкции, и он оказался самым таким рабочим. И мы, в конце концов, в четвертом поколении пришли к этому же варианту, потому что делать новый контактный рельс или контактный провод, это очень сложно и дорого. Зачем, если у нас есть рельсы, которые можно изолировать друг от друга от земли, и по ним подавать электрическую энергию? Тогда это получается более эффективно, более экономично и более правильно. И мы это как раз вариант реализуем. Спасибо большое. Давайте, может быть, пройдем, покажем, действительно, сколько сделали. На мой, скажем так, непросвещенный взгляд, примерно треть уже разгонного участка городской трассы смонтирована, и, ну, еще какой-то достаточно неплохой кусочек готовится к монтажу. Да, здесь еще один пролет к монтажу, там в цехах еще есть несколько пролетов, ну, заготовок для нескольких пролетов. Поэтому монтаж будет продолжаться, и к концу зимы мы закончим трассу до конца. А скажите, какие дальнейшие планы по развитию проекта? На какой стадии находится проектирование 16-километрового участка, который именно превратит разгонный в высокоскоростной? Ну, проектирование никогда не прекращалось, оно и будет никогда не прекращаться. Поэтому, естественно, мы 16-километровый участок проектируем, уже все конспектальные решения есть. А насчет разрешительной документации? Мы сейчас готовим уже рабочую документацию, но на площадку мы не можем выйти, потому что нам ходят за пределы участка, и для того, чтобы отвезти землю, нужен указ президента Республики Беларусь. Поэтому сейчас материалы прошли экспертизу в областолкоме в Минском, и скоро они будут поданы в администрацию президента Республики Беларусь для подготовки указа на землетвод. Все согласования с местной властью и с различными службами, в том числе с экологами, они уже сделаны. Все одобрили, и сейчас мы ждем уже указа. Спасибо большое. Говоря о высокоскоростной трассе и о сроках, хотелось бы узнать, в принципе, о планах на этот год и какая трасса планируется к вводу. Понятно, что человек предполагает, а Господь Бог располагает. Тем не менее, поделитесь своими планами. Ну, легкая трасса уже готова, мы ее гоняем. А высокая часть интересуется нашей партнерой? Поэтому уже что-то мы показываем. Правда, она еще не до конца доделана, мы ее доделываем. Идут определенные этапы испытаний, это этапы сертификации. Сертификация отдельная, у меня будет вопрос. Хорошо, тогда мы этот вопрос не будем затрагивать пока. А что касается городского участка, который является разгонным участком, участком высокоскоростной трассы, вот мы идем рядом с ним, да? То мы закончим, как и говорил, строительство фермы к весне. Потом мы, сейчас мы не можем поставить юнибус, потому что он готов. Но дело в том, что эта конструкция еще разрезная. Мы не можем всю эту длину сделать неразрезной сейчас, потому что она не заганкана в анкерные опоры по концам. Понятно. И поэтому будут большие перемещения температурных концов, и просто будут разрушены опоры. Поэтому здесь через три пролета конструкция разрезная. И там получается зазор, который плавает, и юнибус просто не может через него проехать сейчас. Хотя мы можем поставить и, допустим, на трех пролетах погонять, ну что-то, 150 метров там показывать, не смысл. Ну, вроде бы собирались вы это делать. Я собирался, но стоит ли сейчас это делать, а не на всем участке, чтобы показать, что оно поедет, так, ну, юнибус поедет. Я думаю, уже ни у кого нет сомнений в том, что все поедет. А вот чтобы получить скорость нужную, характеристики нужную, в том числе, там, определить шумы, разгон, торможение, да, до скорости 100 км. Нужен весь участок. Мы его подготовим к весне. И тогда, я думаю, надо уже вставить юнибус и делать полноценные испытания. Значит... Что касается высокой части, легкой, когда там планируется, что? Ну, путевая структура готова. Канаты высокопрочные, арматурные, они закуплены. То есть все исходные материалы для монтажа есть. Но в мороз, там, у нас есть заполнение... Бетоном? Специальный, нет, там, специальный композит. Его не рекомендуют заполнять, потому что он должен затеревать на морозе. Поэтому есть смысл подождать уже теплого времени, ну, начало весны. И достаточно быстро смонтировать высокую часть. И за это время подготовить развороты. Там же у нас с одной и с другой стороны разворот. Чтобы потом сделать уже полноценную трассу, кольцевую, где мы пройдем по низкой части, на высоте, там, 3 метра над землей. Ну, вообще, на высоте метр над землей. А там пройдем на высоте до 15 метров. Пролетаем 200 метров, 400 метров и 200 метров. При этом трасса легкая. Мы потом, когда ее натянем канаты и забетонируем, это тоже где-то, наверное, в феврале мы это сделаем. Мы хотим потом ее усилить уже внешними струнами, для того, чтобы уже можно было пустить и более тяжелую технику по ней, в том числе ЮНИБУС. То есть мы с легкостью можем потом показать, что мы можем ее превратить уже в полноценную городскую трассу, по которой могут ходить 3,5 тонны, 14-местные ЮНИБУС. Это я сроки обозначу. Что касается вот этой трассы, мы ЮНИБУС готов для того, чтобы показывать. Он монорельсовый, то есть он будет по одной ферме ехать. Сейчас мы уже спроектировали и закладываем изготовление берельсового подвесного ЮНИБУСа, который будет ехать по двум уже фермам. Подвесные, да? И он будет с 28-местными. При этом эти кабинки могут составляться в поездах, и поэтому мы покажем не просто отдельный ЮНИБУС, а небольшой поезд из двух кабинок. То есть вместимостью уже 56 человек. Можно наращивать, там и 100 человек, если надо, и 200, и хоть 1000, потому что путь ферма большие нагрузки держит, и можно вообще поезд длиной сотни метров. А танкерные и танкерные опоры? Да, если в этом есть необходимость, то многие говорят, а почему не 1000-местные? Да если надо сделать 1000-местные, ну это не оптимально. Потом мы еще уже тоже спроектировали, и поскольку у нас уже есть собственное производство в Шабанах, то мы тоже заложили изготовление еще одного типа подвижного состава, когда в шестиместные кабинки все места сидячие. Шесть мест сидячих, и мы тоже можем с этих кабинок делать составной ЮНИБУС в виде поезда. Поэтому мы планируем сделать из трех кабинок поезд. И эти машины мы планируем изготовить где-то к июню этого года и на этой трассе показать. Поэтому мы хотим провести эко-фестиваль не в мае, как многие говорят, я сейчас могу уже объявить другую дату, мы проведем в начале июня. Для того, чтобы это все показать, быстрее мы просто сделать не сможем. А просто собрать людей, чтобы повеселиться, ну я думаю, это не совсем правильно. Так надо показать уже действующее, причем целую линейку подвижного состава на трассе, которая будет готова к тому времени. Спасибо большое. Ну я думаю, что мы можем поговорить о грузовой трассе, когда подойдем к ней. Все-таки там тоже интересные появились элементы. А теперь вот вы коснулись сами элементов, точнее вопроса сертификации. Не подскажете, как обстоит дело с этим, на какой стадии работы мы находимся? И все ожидают к весне. Справимся ли мы или нет? Да, ну весна понятия растяжима. Это может быть март, апрель, но может даже в конце февраля. Это плавающая дата, потому что это достаточно сложная работа. Но то, что мы как фестиваль это сделаем, однозначно. То есть у нас уже будет подвергнуть состав сертифицированный. Эта работа ведется, она плановая, подключены ряд организаций, которые занимаются сертификацией, белорусской и российской. Из Москвы приезжают, да, это институт электротранспорта, входящий в структуру Минтранса Российской Федерации. Это единственная, собственно, организация, которая сертифицирует электрический городской подвижной состав, трамваи, троллейбусы. Поэтому они берутся за сертификацию, они сейчас являются нашими помощниками. Мы вместе эту работу сейчас делаем, она идет по графику. Спасибо большое. Ну вот мы дошли, наверное, до конца участка, который уже смонтирован. Фермы, я думаю, всем прекрасно видно. Да, где-то треть, наверное. Уже готово? Треть. 300 метров, а здесь 950. Ну и там одна ферма еще готовится, потом уже больше трети будет. Я предлагаю сейчас пройти к нашей грузовой линии, посмотреть и послушать ваши комментарии, что происходит там. Пока же хотелось бы узнать, опять же, я транслирую вопросы наших партнеров. Кстати, уже люди возвращаются с обеденного перерыва, так что скоро надо вас освобождать для другой, более важной деятельности. Да, вот, агрегат запустили. Запустили, да, уже стало шумнее. Ничего, мы будем говорить громче. Значит, интересуют вот такие вопросы. С какими странами, вот из тех, как я понимаю, делегаций, представители которых побывали уже в экотехнопарке, это Турция, Австралия, Филиппины, Израиль, Канада, многие другие. Ближе всего мы подошли к осуществлению адресных проектов. И все-таки где же в первую очередь следует ожидать появления реального адресного проекта Skyway? Эта работа ведется параллельно во многих странах и разная степень готовности к адресным проектам. Но так складываются обстоятельства, что, скорее всего, вероятнее всего, первой страной будет Индия. Как ни странно это звучит. Да, все ожидают Австралию. Нет, не Австралия. Австралия одна особая страна. Там серьезные сложности вхождения на тот рынок. Она очень зарегулирована страна. Поэтому очень длительные, сложные согласования, в том числе экологические, в том числе... Секундочку, Никита, осторожно, сзади кран идет. Да, кран сейчас будут монтировать. Так, давайте освободим. Не успели мы до конца обеденного перерыва. Ну ладно. Все нормально. Это естественные условия. У Никиты нет машинного зрения на затылке, к сожалению. И тепловизора. И тепловизор. Так. Значит, почему Индия? Там как раз... Там тепловизор и не нужен, наверное. Там и так тепло. Нет, в Австралии тоже тепло. Там другая причина. Там в Австралии где-то порядка 27 миллионов человек живет. А в Индии миллиард 300. Не столько проблем. И в том числе транспортных проблем, да? То есть там потенциал для нашего роста. И у них подход, им нужно решать задачи. А не согласование, регуляторы и прочее. То есть в Австралии мы тоже, естественно, реализуем все это, да? Ну да, компания создана, работает правильно. Да, в Индии эти вопросы решаются быстрее. У нас сейчас договоренность есть о создании в Индии даже не одной, а нескольких компаний с разными группами индийских бизнесменов, которые будут финансировать проекты. И уже на рассмотрении сейчас в Индии около десятка проектов. Причем на серьезной стадии. Это некоторые проекты были согласованы с Министом транспорта Индии, с правительствами штатов различных индийских. Есть проекты, которые, ну, окупаемость их где-то полтора года. Потому что весь на один день будут звать какие, чтобы не сглазить там города. Это так называемые умные города, да, 21-х? Об этом мы говорим? Нет, в том числе есть и такие проекты. Ну, есть вот, допустим, два города, где сегодня трафик 750 тысяч легковых автомобилей в день. Можете представить? С трудом. Это даже если там в среднем по полтора человека сидит, ну, где-то среднестатистическая такая цифра, да, то это миллион в сутки. Поэтому там потребность есть. Очень это актуально. Да, и когда по своему дорогу струну, то пусть туда пересядет 500 тысяч человек в день, и пусть там каждый купит билет за, там, ну, 4 доллара, ну, посчитайте, сколько получается доходная часть. Да. Так? То есть легко посчитать, что в год там это больше 100 миллионов долларов может быть доходная часть. Можно поздравить всех наших партнеров. Да. И нас вместе с ними. Да, и тогда, ну, это все быстро купится. В это есть смысл складывать деньги, инвестиции, да. И таких проектов в Индии несколько. Мы тоже скоро ждем делегацию индийскую сюда представить вот так, для того, чтобы уже обсудить детали этого сотрудничества и проектов. Потом у нас активно работает, ну, продолжается работа с объемными разными эмиратами, в частности, с Дубаем. Там тоже большой интерес. И после демонстрации в конце ноября этого года, прошлого года, юнибайков, естественно, интерес еще больше возрос. Сюда пройдем, да? Да, давайте. И тоже мы ждем очень представительную делегацию с эмиратов. И шейхи открыто говорят, что мы хотели бы, чтобы центр струнных технологий был в том числе и у нас. И готовы это зафинансировать. Поэтому, как возможны сценарии развития сотрудничества, это возможность строиться экотехнопарков или части экотехнопарка за рубежом в разных странах. В том числе мы с индийскими партнерами тоже с двумя группами договорились о том, что мы будем тестовые участки строить в Индии. Для того, чтобы показать преимущества нашей системы в тех природно-климатических условиях, которые там. Там другие температуры, другая влажность, другие требования к эргономике, другая культура, в конце концов. Поэтому надо делать так, как им, покупателю, заказчику нужно. То же самое мы можем делать и в Эмиратах. И в Индии, например, мы можем сделать для Азиатского региона, а в Эмиратах для Арабского региона. Где своя специфика. Где нельзя, допустим, в одно вагончике мужчинам и женщинам ехать. Поэтому нужен либо поезд, где один вагон, допустим, для мужчин, другой для женщин. Либо отдельные юнибусы. Ну, я был... Надо это показывать. Я был в метро в Дубайском. Там вагон, метро разделен на две части, как бы, полосой. И если ты зашел на женскую, тебя штрафуют. И штраф не маленький. Что-то порядка 30 долларов, я помню. Ну, так вот, надо эти вещи тоже показывать. И, соответственно, проектировать, в том числе, подвержен состав уже с учетом этой специфики. Поэтому среди приоритетов, ну, кроме Австралии, это, само собой, остается. Мы это работаем в этом направлении. Вот появляется, значит, Индия. Появляются Эмираты. Хотя с Эмиратами я сотрудничаю уже больше 10, где-то. Да, почти 15 лет. Анатолий Иванович, говоря об Индии, опять же, все очень интересуются. Услышали в одном из перископических репортажей о том, что вас чуть ли не хотят сделать каким-то героем Индии. Пожалуйста, развейте все сомнения и домыслы по этому поводу. Был такой разговор. Я не буду называть, опять же, имена партнеров. Пока это преждевременно. И в одной из бесед, это серьезные бизнесмены индийские, семья, капитализация и компания где-то около 5 миллиардов долларов, сказал, это неожиданно было для меня, что он, оказывается, уже переговорил с главой правящей партии Индии о том, чтобы они взяли программу SkyWay на вооружение, как политическую программу, да, которая может изменить экономику Индии, поднять ее, да, которая поможет решить демографические проблемы Индии, так, потому что им нужно сотни тысяч километров дорог, струнных, и автор вообще сделать национальным, ну, автором SkyWay и национальным героем, да, был такой разговор. Ну, честно говоря, там было мне странно слышать, но тем не менее это прозвучало. Но я вас, во-первых, поздравляю, а во-вторых, выражаю надежду, что прежде чем сделать вас национальным героем, он станет вашим стратегическим партнером, и все финансовые проблемы будут решены на пути к званию Героя Индии. Безусловно. И мы ведем везде политику, чтобы контрольный пакет был все-таки у нас. И в том числе и в Индии мы будем создавать компании, где контрольный пакет все-таки будет у нас. А вот с арабами уже будет сложнее, потому что они наставят на том, чтобы 51% было у них. И это, ну, не совсем приемлемо для нас. Поэтому будут сложные переговоры, мы будем проводить. И не только с ними, мы проводим, наверное, с десятками стран уже подобные переговоры. Ну, пожелаем вам и нам, еще раз повторюсь, успеха на этом пути. Надеюсь, что, может быть, уже в 2017 году что-то конкретизируется, какой-то договор будет подписан. Кстати, вот мы пришли к грозовой трассе. Могу заверить, что такие договоры будут десятки. Уже в 2017 году? Конечно. Десят. Супер. Я владею информацией, я же веду эти переговоры. Я их организовываю, я знаю, что происходит. Просто нельзя преждевременно говорить об этом. Но это неправильно. Понятно. Надо говорить по результатам. Процесс идет, причем очень активный и продуктивный. Спасибо большое. Вот мы, кстати, подошли к грузовой трассе. Расскажите, пожалуйста, что это за монстр здесь стоит, такой металлический, похожий на этот самый боевого слона инопланетян из «Звездных войн». И опять те же вопросы по срокам сдачи грузовой трассы. Этот монстр называется «Анкерная опора». Так, на самом деле легкая, ажурная, очень изящная конструкция. Так, да, как какая-то инопланетная вроде как, да. Здесь, между прочим, на рассчитанную нагрузку до 500 тонн концентрального. Сколько 500 тонн – это… Это половина танкерной опоры на высокоскоростной, да? Да, так нет, ну вот это где-то 10 же дорожных вагонов веса. Знаете, вот подвесить и вот дать такую нагрузку, да. Почему? Потому что здесь вот участок прямолинейный, вот несколько пролетов фермы. Две фермы, где будут показаны две транспортные системы, грузовые, продуктовый провод, где будет непрерывно, ну, по типу промышленного конвейера, да, непрерывно будет подаваться груз осыпучий. Ну, щебень, уголь, там, гравий, песок. Золото, бриллианты. Да, много надо, потому что 200 миллионов в тонн в год, ну, вообще было бы неплохо бриллиантами загрузить или золотом. Вообще, это мысль. Я, что подал ее. Да, да, да. Смотрите, как мы обогатим всех наших инвесторов, если по 200 миллионов тонн в год будем золото перевозить или бриллиантом, да. Это мысль классная, да. То есть это производительность двух транссибирских магистралей, чтобы понимать, что это такое, да. А снизу будет, то есть это будет два в одном, юнитраки грузовые, которые будут уже одиночными модулями перевозить тоже, ну, до 100 миллионов тонн в год, это возможно. Такой объем перевозок, хотя эти модули будут небольшой грузоподъемности, где-то от тонн до 5 тонн, больше нет смысла. Так. И эта система тоже будет здесь показана. Дальше пойдут развороты, и вот погрузка на ходу, а там разгрузка на ходу. Уже вторая, наверное, я вижу, тоже установлена. Да, да, за ней будет уже без струн, а разворотная часть, ну, этот раз у короткой сделать, нет смысла длинной делать. То есть вот эта будет прямолевая часть, а там уже будут развороты, и есть погрузка, там разгрузка на ходу. И можем показывать, как она работает, эта система. И когда планируется все это завершить? Мы активно сейчас, зимой тут мокрые работы нельзя вести, кстати, из-за, тут все говорят, почему там как бы медленно строить и так далее. А многие не знают, что во время вот морозов было все закрыты бетонные узлы в Белоруссии, потому что нельзя было выпускать бетон, запрещено, потому что мороз. Нельзя в эту температуру укладывать бетон. Но мы в это время производили фермы на заводе? Да, поэтому мы работали с металлоконструкциями. А бетонные работы, все-таки лучше делать в теплое время года, ну, хотя бы не минусовые, да? Это вот март. Поэтому вот эти мокрые работы, так называемые, с бетоном мы весной начнем, а металлоконструкции мы тоже уже с фермы изготавливаем, опоры изготавливаем, здесь остальные опоры будут. И начнем монтаж. И мы планируем эту часть сделать тоже, как и фестиваль, к лету, вот эту часть, да? И здесь будет уже бегать юний трак в автоматическом режиме и будут показывать, как можно возить сыпучий груз. Спасибо большое. Анатолий Довардович, ну и завершение нашего репортажа. Что-то, возможно, вам еще хотелось бы рассказать о планах, намеченных на текущий год. А я вдруг об этом не спросил. Ну, о планах лучше поменьше говорить. Да. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Потому что планы, вот как планы следствия коммунизма, вся страна строила, а потом развалилась, да? Эти планы, казалось, не реализуемы. Поэтому планы есть, мы идем в соответствии с этапами, 15 этапов, и я делаю максимальные усилия, вся наша компания, чтобы придерживаться этого графика. И вот основные планы. И мы, собственно, по ним и работаем. 15 этапов. Уже половину водораздела уже перешли. Да, восьмой этап, но это этап по организации работ, а не по финансированию. Дело в том, что по финансированию мы даже не преодолели 10% рубеж. Поэтому, а это, ну, можно о планах рассказать, как дом мы построим, допустим, да? Ну, если нет цемента, потому что не на что купить. А если нет кирпича, потому что не на что купить. И нечем платить зарплату рабочим, как и дом построишь. Хотя планы есть, да? А, допустим, планы по финансированию, это, извините, не мы выполняем. Не мы привлекаем инвестиции. Мы исполнители, мы показываем технологию, мы разработчики. А финансируют у нас другие фонды, да? Которые должны выполнять эту функцию. Так вот, у нас серьезное недофинансирование, несмотря на это. Вы видите, как много делом и делом. Поэтому и сделали, да? И поэтому приходится иногда на ходу менять планы. Потому что, если, образно говоря, нет цемента, значит, можно чем-то другим заменить, если на него денег нет. Или если нет денег накрепить, значит, можно чем-то другим его заменить, да? Если, образно говоря. Поэтому некоторые конструкции приходится менять. Делать более дешевые, допустим, варианты. Они немножко хуже, но это не влияет на качество технологии, на демонстрационную ее часть. Потому что для того, чтобы показать, что автомобиль работает, Форд делал что-то телегу, по сути дела, которая проехала там 200 метров и сломалась, да? Но он показал, что автомобиль работает. Сейчас Форды-то другие. Через 100 лет, да? Да. Поэтому, естественно, мы должны, самое главное, показать реализуемость технологии, ее потребительское качество, ее преимущество перед другими технологиями, да? В том числе, там, экономичности, по там, стоимости строительства, по эффективности, энергоэффективности имеется в виду, по экологичности и так далее. Мы это демонстрируем. И работаем исходя из того бюджета, который реально есть, а не который мы нафантазировали. Понимаете? Тем не менее, я уверен, мы по графику все сделаем. Спасибо большое. Ну, мне кажется, мы уже много продемонстрировали техническую состоятельность, потому что и Минтранс российский нас признал, и Белорусская Академия Наук, и, кстати, некоторые региональные подразделения Российской Академии Наук уже нас признали, с нами сотрудничают и уже, скажем так, стоят в очереди за нашими технологиями. И экологический аспект, как раз я знаю, немножко забегая вперед, вот в эти дни с Академией Наук как раз-таки продолжается сотрудничество. Да, 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 Меркин на работе. Поэтому там, скажем так, без дополнительных усилий фондов к привлечению финансов мы не справимся. Порядка 200 миллионов долларов нужно, вот, на 16 километров. Это же не только строительство, это работа от 200 конструкторов. Это офис, который надо тоже оплачивать сюда, да? Это изготовление подвижного состава, разработка автоматичной системы управления, ее тоже изготовление. То есть там не просто мы дорогу строим, не просто юнибус, там, транспортное средство, мы делаем комплекс. Поэтому на весь комплекс нужен. В том числе на значительную часть кадры берут на себя. Как же без людей можно это сделать? Вообще такие задачи решают коллективы десятки тысяч человек, а не 100-200 человек. Это вообще смешно. Таким маленьким количеством людей такую работу делать. Вот я рассказывал другим, не верят, что это возможно. Как не верят вице-президент Сименса, что мы что-то не Макетова, промышленный образец, что такие сроки мы сделаем. Они не верят. Потому что в 70 работают 300 тысяч человек. Представляете, какие у них бюджеты, и какой у нас бюджет. Расслаблено они работают. Поэтому я бы слово недофинансирование неправильно, не употреблял бы. Ведь недофинансирование, это посреди тем, что мы нарисовали в фланах. Поэтому мы работаем, исходя с того, что есть. Вот есть какое финансирование, вот мы и работаем. И оно идет так, как надо. Вот что Бог дал, вот с этим мы и работаем. И это тоже правильно и нормально. Поэтому по большому счету, можно посмотреть по-другому, все идет по графику, все по плану. И у нас финансирование 100%, как надо. Спасибо большое за ваш столь исчерпывающий репортаж. Я даже скажу почти, что монолог. Я иногда задавал такие наводящие вопросы. С бриллиантами это хорошо. Спасибо вам большое. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsvdfisystems.com И я впервые закончу наш репортаж не своей какой-то фразой, а цитатой из фильма «Москва слезам не верит». Не учите меня жить, помогите материально. Строй SkyWay. Спасай планету. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!